Сэмми, дорогой, тебе придется переделать водоросли, твой неуклюжий лорд опять их сломал. Сэмми, Сарян, я не виноват, это все хвост. Да ладно, мой лорд, я все переделаю. Слушай, Алиса, я придумал новый сценарий, жил-был на дне океана прекрасный морской царь по имени Бендос Первый, он был владыкой всех морей и океанов. Ой, я совсем забыл про тебя, Алис. Слушай, и была у него секретарша Алиса, она работала посыльной у Бендоса Первого и отпугивала своим ужасным видом акул от его королевства. Ага, конечно, а потом Бендос Первый да выпендривался, его сожрала страшная акула. Нет-нет-нет, не так, Бендос был умен и справедлив, его обожали все морские твари и секретарша Алиса в том числе. Ах ты наглая чернильная рожа, не хочешь быть русалкой, будешь играть роль морской ведьмы. Алиса, я не хочу отбивать у тебя твою главную роль, ты ведьма что надо. Ну хватит вам спорить, завтра уже Новый год, а вы роли никак не поделите. Алис, ну дай мне самую простую роль, какая у тебя есть. Отлично, будешь медузой, это, пожалуй, все, на что ты способен, бесхребетное существо. Нет, ты ошибаешься, я способен на многое, я читать, например, хорошо умею. О, смотри, Алиска, давай сделаем перерыв в твоей репетиции и посмотрим на новых жителей нашего мира цветных чернил. И на рисунки, которые отправятся на нашу обложку. Мы выбрали еще четырех конкурсантов. Итак, наш первый конкурсант, это вот эта прекрасная девчонка с длинными волосами. Она отправляется на нашу обложку. На обложку также отправляется прекрасный Блу со своей создалкой. Сейчас вы видите рисуночек номер три, который украсит обложку нашего канала. И четвертое украшение для нашей обложки, это замечательные наши фигурки, слепленные из бархатного пластилина. Остальные конкурсанты, скорее всего, попадают в наш новогодний выпуск. А сейчас мы будем читать описания, оставшиеся описания, их осталось совсем немного. Ну, точнее, это кажется, что немного, на самом деле их еще много. В общем, читаем. Это у нас Лин, родители Инки. Ли, ей четыре тысячи лет. Оружие у нее цветная кисточка. Имя Напсти Полженский. Добрая, очень стеснительная девушка, сестра Напстаблука. О, это первая сестра Напстаблука в нашем канале. Когда захочет, может стать милым призраком. Одинокая, вечно грустит, только изредка смеется и улыбается. Ее слезы могут становиться всевозможных цветов. Она любит танцевать. По желанию, за спиной могут появляться огромные белые крылья. Когда ее обижают, она не дерется в отместку, а просто плача убегает. Мечтает попасть в новую семью, студию Бенди. Все, считай, ты уже попала. Имя Карр, 17 лет, не любит Яой Вина, любит Новый год своего создателя, не любит Вина за то, что он хотел убить создателя. Джек Фостер, 22 года, призрак, любит цветы, чай, день цветов, день первоцветника и друзей, они любят свой день рождения. А также темное время суток. Родился 1 марта, неизвестно какого года, умер тоже 1 марта, неизвестно какого года. Характер скромный, стеснительный, нерешительный. Персонаж принадлежит Юрию Волку. Имя Мидорина Тано, раса гибрид, полгермафродит, у него гетерохромия, есть способность возвращать с того света, любит молочные коктейли, шоколад, цветы Бориса и Нури, они любят Новый год и своих родителей. Я здесь хотел что-то прочитать, но я ничего не увидел. Это Грей ЛДЖИ, я так понял, телевизор ЛДЖИ. Написано, открывай глаза, посмотри на мир сверху вниз. Видимо, он очень высокий телевизор, поэтому он смотрит на всех сверху вниз. Это Рейн, а это его фанатки, которые за ним бегают. Мы только недавно познакомились с Рейном, откуда у него столько фанаток. Розовый глаз, возраст 17 лет. Характер ревнивый, злой, грубый, грустный. Любит все милое мороженое, не любит свет, бяк у себя за эти колючие пятнышки. И хочет найти пару или друзей. Вот отличная подруга для тебя, Ева Кэт, черная кошка, любит сладкое, спать, смотреть видео и путешествовать между холстами. Пока Миссанна занята, Ева будет вместо нее. Не любит работать и овощи. Имя Бика, полженский раса неизвестно, вскрещение Билла и кого-то еще Нека, по-моему. Смешная и, наверное, коварная. Привет, как дела? Я из Польши. Будем знакомы, говорит нам Анжелика, 17 лет. Любит народные пляски, песни петь, плести венки. Ненавидит ужастики США из-за мужества. Это, видимо, какая-то реклама. Хотите научиться танцевать, но некому научить? Артян и ее друзья представляют школу танцев имени Алисы. Здесь рады любому. Ничто не сможет испортить ваше настроение после нескольких уроков. Алиса Ангел, директор. Здесь каждый найдет компанию себе по душе. Каждый сможет завести друзей. А может и любовь свою найдет, если повезет. Сестра и брат, половинка луны и тихий дождь. Сестре, 18 лет, тихому дождю, брату, 19. Сестра на характер добрая, смелая, дерзкая. Любит любовь брата и свой гардероб. Ненавидит лорда Омегу и Бяку. А братик влюбчивый, ревнивый, в душе лапуля. Они любят свой цвет волос и убийства. Имя Икори в возраст и раса неизвестен сирота. За всю свою жизнь Икори ни разу не ела. Кулон на ее шее – это единственная вещь, оставшаяся от матери. На спине есть большой шрам в районе лопаток. Еще одна половинка луны, 18 лет. Может, это та же самая, чуть-чуть вредная, нехвастливая. Любит печеньки, может выйти из себя. Пара у нее худи и дожидается она полночи, чтобы кого-то атаковать. У меня амулеты, артефакты и я свободен. Слово на птица, говорит этот демон. Имя Мистер Бенди Икс. Он смешан с Бенди и Мистером Иксом. Печенье любит и критик, у него много фанаток. И не любит, когда его злят. Мама Аня, папы нет. Фроузен Киллер любит кататься на льду, когда на канал Катеринки за день подписывались больше, чем 10 тысяч человек. Нет, к сожалению, к нам столько за день не подписывались. Если бы подписывались, у нас бы, наверное, уже было пара миллионов подписчиков за два-то года. Способности, как у обычного уберкиллера. Только когда прикасается, он морозит. Союзники или друзья Лорд Омега, Бенди, Колл, Металл и Эндлес. Серое крыло, 15 лет, характер добрая, милая, смелая. А также дерзкая, врунья, злая. Немного псих и ябеда, короче, тут адская смесь. Элизабет, она может играть Эльзу. Это вся информация про Элизабет. Моя Оз по имени Надько, можно просто Надя, 13 лет. Любит чай, рисовать, друзей, яойши, бенди, сэми, черный цвет, радугу, фанфики, анимации, аниме. Не любит своих одноклассников, школу и холод. День рождения у нее 20 октября. Канал на ютубе у нее есть. Ходит на тренировку в какую-то армию. Это просто такое название. Эля Блэк, она у нас динозаврик. Любит котиков, таблетки и мрачная. Они любят и юбки, туфли и книги. Она аллергик, 175 сантиметров высоты. Художник, не матерится, разрисовывает кофты. Отличное, кстати, у нее занятие. Мы вот давно кофты не разрисовывали. Надо бы нам заново взяться за это. Прекрасная Ася Шварц в красивейшей футболке. Возраст 45 годиков. Раса демон. Вид что-то среднее между акриловым демоном и светодемоном. Дочь Юри и Клематиса. Любит кактусы. Так, дальше я тут не поняла. Блэк обожает возиться с цветами и растениями. Бенди, Бенди, прервись пока на 5 минут. Ну что такое, Борис? Тебя там Алиска зовет в кабинет географии. Чернилки опять безобразничают. Ну что эти балбесы опять устроили? Географию они сегодня изучают. Глобус проходят. О господи, что я должен с ними разбираться? Конечно, они балуются, кидаются этими глобусами. Мне вон по голове прилетело. Ну паразиты, я сейчас с ними разберусь. Так, 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 а ну-ка тихо, класс. Сейчас я проведу быстро урок географии и пойду заниматься елочкой. Так, и кто тут у нас балуется? А ну-ка быстро сел на место. Алиса, что вы сегодня проходите? А мы сегодня Монголию изучаем. О, как вы далеко залезли в Монголию. А что, поближе нельзя было что-нибудь изучить? Краснодар, например. Или Новороссийск. Или Геленджик, там потеплее море есть. А ну-ка вот ты, покажи мне, где находится Новороссийск. А, ну, я это... А, не знаешь, да, балбес? Все, садись, два тебе. Так, а ну-ка, ребята, быстро. Контурные карты сдали мне сейчас же. А кто сегодня не сдаст контурную карту, тот два получит. Ой, блин, а я ее забыл. Забыл, говоришь? Нет, ты не забыл. Ты ее не сделал? Двойку тебе, иди садись. Ой, Бенди, ну ты помягче с ними. Ну, все-таки Новый год, ну какая двойка? Его же на второй год оставят. Ничего страшного, я же не Дед Мороз. Посидит еще раз в этом классе. И, глядишь, выучит, где находится Монголия. И Геленджик, и Краснодар. И Новороссийск тоже. Ну все, короче, черноголовые. Мне некогда с вами возиться. У меня еще описание надо дочитать. А еще второй выпуск сделать новогодний. Да-да, вы тут не балуйтесь. Алиса, быстро проводи свою географию. Или вообще, отмени урок, пусть идут елку наряжают. География, 31 декабря у них география, что за бред? Так, поехали дальше. Это у нас Кэрри, которая 9 тысяч лет, оружие у нее огонь. Клематис Шварц, который наконец-то перекрасился в белый цвет. Ему, кстати, очень идиот. Молодец, Клематис. Это просто Лил, у которой черное сердце и сестра Лин. Энтони, 22 года, человек, встречается с Агрой. Любит Агру, Стар Ворс, гавайскую пиццу. Они любят рэп и живодеров. Факты копит на мотоцикл, выступает в театре, умеет делать лунную походку. Имя, звезда, возраст 18 лет, полмужской. Расса, скелет, любит шоколад, заботится и обнимашки. Не любит 18+, когда обижают кого-то, он тоже не любит. Имя, Женечка, расса, демон, место жилья. А, такая прелесть в аду живет. Вот она попала с рождения. Характер нормальный, веселый, дикий. Рюкзак темно-красный, вещей пока нет, но скоро вы узнаете, что у меня в... А в чем не написано? Имя Даниса, возраст 12 лет, украинка, из деревни. Любит хорроры, фильмы, свою деревню. Рассказ Дубровский, Де Форжа из этого рассказа и ковбоев. Ненавидит обидные слова в ее адрес. Переехала в Россию. Надеюсь, ей тут рады. Конечно, мы рады всем, кто к нам переезжает. Ангел по имени Мигель, который всегда грустит, но иногда улыбается. Не любит жесткие пранки, любит дождь и розы. Волосы Мигеля короткие, голубые, маленькие и синие рожки у него. Мигеля часто обижали из-за того, что он похож на девочку и часто называли Мальвиной. Его глаза синие, но станут серыми, это значит, что Мигель волнуется. Находит безлюдные места и любит быть один. Это Кайра, которая любит брата, заботу, романтику, животных и мороженое. Они любят скримеры и страшных сьюх. У нее нет друзей и она ищет пару. А вот тебе и пара Володенька, который у нас обитает в Амино. Правда, Володенька так мелко написал, что я тут прочитать мало, что могу. Вот ему 13 лет, 24 февраля у него день рождения. Любит он брата, друзей, мягкие игрушки. Они любят одиночество, сплетни, маленьких детей он не любит. И глубокие речки. Боится пауков, тишину. И когда на него кричат, праздником нас поздравляют, я решила одеть вот этот костюм. Это лучше, чем платье. Имя Ирис любит Бенди, Сэмми, Бетриса, Бориса, наверное. И Ксушу и Апельсинки не любят розовые драки, обзывания. У нее есть шарф. Не забирайте, пожалуйста, шарф. Нет, не заберем. Нам уже надарили столько всего, что мы не будем забирать твой шарф. Может стать привидением. Шарф что-то показывает, но можно понять. Найдите друзей. Вот, пожалуйста, тебе друг. Я не могу, правда, прочитать. Там так мелко написано. По-моему, Бенди его зовут. А, Блэйки. Блэйки, 16 лет. Раса Глюк, чернильный демон. Любит наш канал и Элладис Пендл. А еще Глюки и Хаос. Алиса, я знаю, кто будет Золушкой. Золушка, я догадался. Вот этот с синими волосами, наверное, будет Золушкой. А ты на часы глянь. Владик, вот да, на часы нам пора уже глянуть, потому что время уже очень-очень много. А мы еще второй выпуск будем сегодня делать. Короче, Пашем в два раза больше. Имя Рыжий, 16 лет. Пол мужской. Страж защищает от незнакомцев. Моего брата Плюша. Если хотите, можете найти этому красавчику пару. Красавчик, смотри, у нас есть Йоши. Описание которой я не знаю, куда подевалось. Либо его уже читали, и Йоши второй раз попадает. Либо оно куда-то потерялось, потому что, по-моему, где-то было ее описание. Поэтому вот, смотри на Йоши. Она прекрасная, умеет носом держать разноцветные карандаши. Она тебе отлично подойдет в пары. Это Харли Квинн или Даша Фокс, которая была у нас когда-то. Любила Сэмми, надеюсь, что Сэмми меня не забыл. Прости, Сэмми, у меня другой парень есть, это Джокер. Я думаю, Сэмми переживет эту потерю. Возраст 19 лет, это Вася Овечка. А дальше я там не могу ничего прочитать, там буквы посливались. Здесь тоже очень плохо видно. По-моему, Брайни зовут 11 лет. Может, она может убить, и она очень быстрая. Мюсье, я буду жить с вами в студии. И потом не задавайте такие вопросы, а почему все резко ожили. Я говорю, кто тебя покусал? Я думаю, ее никто не покусал. Может, она тоже елку домой несла и вся исцарапалась. Это и есть шиперы? Да, вот, наверное, так они и выглядят. В колпачках, со звездочками на кофтах, с усиками, часами. Да, это шиперы, это они, я их узнал. Седьмой перст надежды по имени Мэнди. Возраст 10 лет. Любит сестру, печеньки и друзей. Не любит холод, одиночество. Боится Сэмми? Да ладно. Ну, хотя у Сэмми, да, есть железная тяжелая сковородка. Его можно бояться. Так, это я не знаю, что происходит. Но что-то тут происходит. Наверное, надо было цензуру так хоп на всю картинку ляпнуть. Но пока ничего не происходит, можно оставить без цензуры. Перст номер 102. По имени Шон мужского пола любит мороженое зеленое весну. Не любит грусть и что там еще он не любит. Натурал раса циклоп. Это, наверное, Дельторун или что это такое, я не знаю. Это джевил метаморфозис хаос хаос. Короче, я не знаю, что это. Кто знает, напишите, пожалуйста, чтобы я был в курсе. А, Кио Ви Си Алекс, это бой за Алису, наверное, предстоит. Ну все, я с описаниями справился. Это, по-моему, были последние описания, которые нам присылали. Потому что описаний у нас больше нет. Если вы не нашли свое описание, значит, вы его, скорее всего, пропустили. Потому что мы собирали практически все, что нам попадалось. И хорошо нарисованное, и плохо нарисованное. И очень плохо нарисованное. Эээ, а критику, критику делай. Критика, критика, надоели уже. И, Ксуша, давай, давай, делай критику. А можно я просто стишок расскажу. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Ну все, моя работа закончена, все молодцы. Все классно рисовали весь год. Все, я побежал, чао. Эээ, ты ж ничего не сделал. Да ладно, шучу я, шучу. Давай, загружай свою критику. Кто у нас будет первый? А вот первый у нас Бликстер. Бликстер классно выглядит. Ему осталось сделать размер ноги побольше. Мои любимые ровные линии. И голову, наверное, более круглую. Чтобы он не был похож на яйцо. О, мой прекрасный портрет. Не надо критиковать. Тут все очень красиво. У меня отличные длинные рога. Ну я прекрасен. Так же прекрасен, как и этот дракончик по имени Лея. Очень хорошо выполнено. Ровно так автор сделал вот эту белую обводочку, контуры. Молодецик автор, с Новым годом тебя. Мне нужна критика, потанцуем критика. Ну что ж, потанцуем. Сегодня все-таки Новый год. Танцуют все. Косточки научись рисовать автор. Критику тут очень плохо видно. Но у Бенди отличная шапка. У Сэми немного кривые ноги. Но черт с ним, они у него реально кривые. О, вот смотри, Пеннивайз за своей подругой нырнул. Очень красиво. Мне вот лично понравился фон. И одежда Пеннивайза, и то, что он плачет. Пеннивайза всегда страшным рисует, а тут он такой милый получился. О, это, наверное, ты перекрасился в розовые чернила. Или напелся розовых чернил. Симпатичный рисунок. Юпочку надо было попышнее сделать. И вот где кисточка, автор ногу не дорисовал. Ну и, конечно, ноги одной толщины. И этот рисунок тоже классно выглядит. Мне нравится, как автор выполняет вот эти белые контуры. Раскраска неплохая. Отличный фон. И, пожалуй, с правой стороны не хватает немного фона. Вот где ТВ-кэт написано, там бы еще что-нибудь нарисовать надо. Нужна критика. По-моему, они все прекрасные. У них отличные волосы, фигурки. Свой стиль есть у автора. И, в конце концов, сегодня Новый год. Поэтому все вы молодцы. И этот автор тоже молодец. Мне очень нравится его стиль. Длинные фигурки, худые, стройные ножки. Автор рисует аккуратненько. Но почему-то все время рисует профиль. Автор, а ну-ка нарисуй кого-нибудь передом. Этому рисунку очень не хватает более темного контура. Более яркого такого. И платье надо было покрасить потемнее. И выделить складки и тени. Потому что как-то все смешалось. И непонятно, что там у него с платьем происходит. Монокритику. Но все ровно. Линии просто отличные. Единственное, я бы его все-таки перевернул. Как-нибудь поровнее поставил. А то я не сразу понял, что тут нарисовано. У этой мадам очень огромный глаз. Рукава, пожалуй, поменьше надо было сделать. Потому что у нее рукава толщиной с ее талией. И челку с хвостом сделать более темными. Этим, милым леди, надо ноги поровнее сделать. На первом рисунке даже слишком толстые. У нее ноги потоньше надо было их сделать. И плечи не такими широкими. И не такими прямыми. Немножечко вниз их надо было опустить. Более покатыми сделать. О, это наша прекрасная Алиса. Она отлично тут выглядит. Платье, правда, чернилами надо побольше было замазать. И раскрасить ее как-нибудь. И на фоне нарисовать дощечки. Например, как в студии. А это шишма. Она отлично выглядит. У нее прям такие идеально ровные волосы. Вот как она через них видит. И это не важно, как она видит. Главное, что она отлично выглядит. И приготовилась к Новому году. О, вот смотри. Какая разноцветная, раскрашенная. Автор красками раскрашивал. Не очень ровно у автора получилось. Но это ерунда. Все-таки это краски. И ими очень трудно рисовать. Сама девочка прекрасно выглядит. Немного туловища. И ноги ей можно было подлиннее сделать. И все будет замечательно. О, вот какой интересный рисунок. А кто тут нарисован? Я не знаю, кто тут нарисован. Я вижу вот эту первую даму. А что там нарисовано, я даже не понял. Либо это фигурка какого-то существа. Либо, я не знаю, это ее тень какая-то. Но выполнено неплохо. Все ровно. Аккуратно. Видно, что автор старался. Ой, смотри, чаек. Принесли. Очень милое лицо. И, пожалуй, что там можно добавить? Иксуша, скажи. Не знаю, можно было теней немного на волосы добавить. Вот там, особенно под волосы от тени. И еще елочку на заднем плане нарисовать. Так, еще раз нам шишма попалась. Ну что могу сказать, на первом рисунке вроде все неплохо. Ноги немного вот неестественно нарисованы. А на втором рисунке автор зачем-то коленки ей сзади нарисовал. Может это, конечно, такие складки на колготках, но выглядят как будто коленки. Вот еще одна та же самая разноцветная девчонка. Ну что ж, тут тоже неплохо нарисовано. Конечно, не хватает немного ровности линий, вот очень не хватает. Но, я так понимаю, это все кисточкой делалось. Можно было потом взять гелевую ручку и подровнять. А это у нас дракончик, я так понял. Тот самый, когда нету интернета. Да-да-да, тут тоже автор как-то линии странно сделал, так как будто понадгрызал их. Но ничего страшного, сегодня Новый год, поэтому мы все тебе прощаем. Опа, еще один мой прекрасный портрет. Ну смотри, какая у меня улыбка замечательная. Я тут отъевшийся такой оливье, видно переел немного. Толстенький, упитанный. Короче, я прекрасен. Давай, давай дальше. О, здесь, смотри, мы все. О, Алиска вообще классно выглядит. Она такая корейская немного, Алиска. С узенькими глазками. Но рожа у нее очень тут хитрая. И автор так раскрасил волосы, ей интересно, очень неплохо. Да, меня вот не очень ровно раскрасили, но ничего, я не расстроюсь. Короче, отличный рисунок. О, еще один пеннивайз, который вылазит из канализации. Ну, канализации, конечно, не совсем удалась. Я так понял, это кирпичики, труба. Вот что-то не так оно нарисовано. Да ладно, неважно. Будем считать, что это такая вот абстракция. Но пеннивайз отлично, по-моему, выглядит. Мне даже его жалко. Он какой-то грустный такой получился. Пеннивайз, с Новым годом тебя. Улыбайся почаще. Критику на эту красоту. Ну, красота, красота. Это, наверное, Надя рисовала. Я вот не помню, кто это присылал. Но можно было луну немного поровнее раскрасить и снежинок побольше. Критику. Моя зарплата за один день. Я тут вообще не вижу, где там зарплата. Короче, она вообще без зарплаты, походу, осталась. Но зато она классно выглядит. Смотри, она веселая. Она рада, что сейчас Новый год. Вот пальцы ей только немного длиннее сделать. И хвост поровнее раскрасить. Ой, какой Санс. Я просто обожаю Сансов. Вот не знаю, мне очень нравится этот фандом. Всякие Сансы из разных вселенных. Это Санс Гарри Поттер. Прекрасно он выглядит, как будто бы его заколдовали. Да, мне тоже понравился его плащик. И фон красивый. Отличный рисунок. А вот и фриск на нестрогую критику. Мне нравится этот стиль. Я думаю, тебе тоже, Иксуша, понравится. Да, мне тоже понравился этот стиль. Пальчики, конечно. Вот с ножом пальцы нормально получились. Другая рука немножко не очень удалась. Но ничего страшного. Можно рукавицу ей одеть. Все-таки Новый год. И все, ее пальцев не будет видно. Крытику, Андухи. Крытику дай, Андухи. Андуха, как всегда, прекрасна. Мне нравится Андуха. Особенно ее красные волосы. Ее желтые глаза. Она вообще боевая баба. Поэтому она не может не нравиться. А вот Балди, Балди, смотри. Ну это какой-то Балди Санс, наверное. Потому что голова у него на Санса похожа. Балди, тело надо было побольше сделать. И ноги вытянуть ему. Все-таки он учитель физкультуры. Какой физкультуры? Ой, блин, физкультуры, математики. Черт возьми. Но он больше тут на физрука похож. Хе-хе-хе. Учитель физкультуры. Ой, Ксуша, а вот и ты. Вау, классно. Спасибо, автор. Надо было меня еще по фиолетове сделать. Вот как ты подписал, мистер Икс. Ой, прям таким цветом меня бахнуть. Ну лицо у меня просто прекрасно. И костюм. Ну спасибо тебе большое. А вот ты тут тоже выглядываешь. Смотри. И Татьяна тут. И Пеннивайс рядом с ней. Вот Татьяна Пеннивайс залюбит. Смотри, она его подружка. Да классно мы тут все выглядим. Вот здесь даже у меня лицо еще лучше. И Пеннивайс тут бодрячком. Ой, ты смотри, какой серьезный дракон. Ему теней, конечно же, не хватает. Вот прям хочется на каждый листик из его крыла нанести тень. Чтобы был такой объемчик. Но дракон все равно, согласись, классный. Он так выглядит вот необычно. Я согласен, очень необычно. Так же необычно выглядишь и ты на вот этом рисунке. Правда, тебе руку куда-то вывернули с кулаком вот эту не в ту сторону. Но фон неплохой получился. Смотри, у меня какой свитер в клеточку. Ножки. Смотри, как я поставила ровненько, стройненько. Вот на первом рисунке руки у меня куда-то слишком спрятались. Да нормально у тебя руки. И крылья у тебя как юпочки. Крылья юпочки. Это новый термин. Это новый способ рисования крыльев. Будет называться крылья юпочки. Открыто и к суши. Женек. Смотри, Женька, как его красиво нарисовали новогоднего. И даже волосики. Смотри, как автор аккуратно раскрасил. Ровненько, полосочками водил. Ну, красавчик, пятерочку тебе. С Новым Годом, ты автор. Тебя тоже с Новым Годом. Татьяна, мы тебя уже прям запомнили. Ты нам кучу критики прислала. Молодец. Интересненькие у тебя персонажи. Стиль тоже у тебя свой есть. Давай, продолжай в том же духе. Мисс Анна, вы тоже прекрасно рисуете. I hate humans. Да, многие не любят людей. Хотя сами являются людьми. Вот странно, да? Мисс Анна тоже молодец. У нас в этом году хорошо рисует. Морковка, тыква. Спасибо, прекрасно раскрашена. Пушистый такой стиль. Короче, автор, ты тоже молодец. С Новым Годом тебя. Критику на Украину. Украина прекрасно, по-моему, выглядит. Можно было ей на кофту побольше украшений. Ленточек побольше ей. И улыбку, конечно, добавить. Чтоб она не грустила. С Новым Роком всех украинцев. Ой, еще один я прекрасный. Ну, венок просто шикарный. Единственное, чего не хватает, это ярких цветов. Ну, наверное, у автора камера подвела просто. А рисунок классный. И кофта, и лицо у меня такое милое. Это какое-то кругленькое существо. Это колобок с ушами. Я сразу это понял. Улыбку ему добавить. Уши порозовее. И цвета еще немного. И будет вообще отлично. Прекрасная леди. Такой нежный рисунок. Вот эти листики. Цвета очень нежные. Ушки мне понравились. Волосы. Вот автор руку неправильно нарисовал. Которая показывает пятеню. Он ее вывернул не в ту сторону. Большой палец должен был быть сверху у нее. О, смотри, прогрессик. Я обожаю прогрессики. До и после. Но прогресс, по-моему, вообще налицо. Но, конечно, налицо. Ты посмотри на ее лицо. Оно стало просто прекрасным. И прическа намного лучше стала. И тени автор научился наносить. Молодец. Отличный прогресс. О, какая фантайм Фокси. Или как ее зовут? Или Мангл. Черт, я все время всех путаю. Как их зовут? Классный рисунок. Прямо, можно сказать, такой профессиональный. Второе ухо. Вот я не знаю, куда-то далеко там нарисовали. Все-таки оно поближе должно было быть. И тени хорошо нарисованы. Ну, прекрасный рисунок. С Новым Годом автор. Продолжай в том же духе. Этого автора тоже с Новым Годом. Интересный стиль, мне кажется. Да, Иксуш, интересно ведь нарисована. Да, нарисована интересно. Несмотря на то, что это какой-то полускетч. Мне понравились волосы, прическа, одежда. Ее такой нагло безразличный взгляд. Мне тоже понравился. Пятерочка, с Новым Годом тебе автор. И всех авторов с Новым Годом. Тебя тоже с Новым Годом. Многие тебе автор не особо старался нарисовать. Их хвостик надо было чуть пониже. Но я знаю, этот автор может хорошо рисовать. Балора, смотри, кто-то ее обидел. Наверное, ей на Новый Год ничего не подарили. Да, у Балора еще рукав. Вон тут не дорисовали. И, конечно, Балору надо было поуже сделать. А она все-таки балерина такая, стройненькая. И ног ей добавить. Не строгую критику, Борис. Да, Борис вообще отлично выглядит. Только он у нас все-таки веселый. Надо было ему улыбочку нарисовать. Да, классный Борис, отличный стиль. Ручки ему немного подлиннее. Плечики покруглее. И все будет отлично. О, у Женька уже, смотри, Новый Год. И грудь даже вон куда-то уже вылезла. Надо бюстгальтер было одевать, чтобы грудь не выпадала. Да-да-да. И руки вот этой рыжей даме надо было подлиннее нарисовать. Особенно вот эту вторую в кулак собранную. С Новым Годом тебя, Женек. Ой, милота. Смотри, какая милота. Я люблю такую милоту. Неплохо нарисована милота. Действительно милота. Немного косоглазая. Но ничего страшного. Ну ты всех с Новым Годом поздравляешь. Конечно, и тебя, автор, поздравляю с Новым Годом. Ты классный мой портрет нарисовал. У меня, правда, полоски на лице нету. Но все равно спасибо. Прическа просто бомба. Кртитику, кртитику. Дай кртитику, пожалуйста, этому рисунку. Ну что могу сказать. Надо было спинку ей кругленькую сделать, а не такую идеально ровную. Лицо у него просто прекрасное. Она действительно похожа на такую злую кошку. И с задней лапой одинаковой толщины. С Новым Годом, ты автор. Любовь, милая вещь, говорит, лечебный Бенди. И Аня Бельчинак, который лежит на его руках. Что можешь им сказать, Иксуша? С Новым Годом, ты Аня. Лечебный Бенди, с Новым Годом. И всех с Новым Годом. И вот эту милую леди, которая занимается гимнастикой, тоже с Новым Годом. Да, руки у нее немного короткие, у леди. И хвост, не знаю, откуда там растет. Хвост у нее должен из позвоночника расти. Поэтому надо было его убрать вон там между ног. А вот смотри, Бяка великолепный. Бяка всегда великолепный, кто бы его ни нарисовал. Его прекрасные желтые глаза будут сниться любой девчонке. С Новым Годом тебе, Бяка, и твоего автора. Кувшинчик. В этот кувшинчик мы сложим сегодняшние мандарины. Или нальем. Нальем туда шампанского. Естественно, детского шампанского. Вы ничего не подумайте. Эта красавица отличную прическу к Новому Году подобрала. Надо было поубирать лишние линии. Кое-где чуть поровнее их сделать. Раскраска прически просто прекрасна. Ты забыл сказать, с Новым Годом. И этого автора тоже с Новым Годом. Это я сплю. Это я, наверное, буду сегодня где-то в 4 утра так выглядеть. Отлично ты выглядишь. Немного линий ровности не хватает. А все остальное пойдет. А вот еще тебе на критику. Это дядя Вася. Наконец-то дядю Васю хуманизировали. И я понял, что это наклейка у него на лбу. Смайлик надо ему поменять на веселый новогодний. В руки ему дать бутылку детского шампанского. И снять с него бинты. И все будет отлично с дядей Васей. Так, милая леди, а мы что грустим? Наверное, потому что вам не прокрасили сзади волосы. Фигурка у вас просто потрясающая. Плечики мне понравились. Шея красивая. Прекрасные ушки. Пальчики автор обязательно научится рисовать. И вот там под руками надо было тоже волосики прокрасить. И с Новым Годом тебе, автор. Критику мягкую. Да прекрасная Алиса. Она будет просто счастлива, когда увидит свое такое замечательное личико. И тебя тоже с Новым Годом и твоего размытого попугая. Да, он получился слишком размытый. А по-моему, он выглядит очень мило, этот попугайчик, если это попугайчик. Критику не строгаю, потому что я рисую пальцем. Ну что ж, у тебя неплохой палец. Зубы ты, по крайней мере, ровно нарисовала. Но пальцем можно научиться рисовать и поровнее. Так что тренируй свои пальцы, разминая их, массажем делай, а потом уже начинай рисовать. С Новым Годом тебя. Ой, какая красивая девчонка. Очень красивая, только пухленькая. Ножки у нее такие, ух. Но вот руки опять не в ту сторону нарисовали. Но, ребята, перед зеркалом становитесь. Делайте вот это сердечко. И смотрите в зеркало, как же ваши ручки выглядят. А в целом, очень красивый стиль. Молодец, автор. С Новым Годом тебя. Все, Иксуша, это был последний рисунок из Критики. И мы это сделали. Ребята, мы почти разогнали нашу очередь. У нас осталось еще новогодний выпуск и немного комиксов. И все, и наша очередь на этом закончится. Да, закончится эта очередь и начнется новая очередь. Я представляю, сколько там уже нарисовали. Я поздравляю вас всех, ребята, с Новым Годом, с наступающим вас всех. Пусть у вас будет самое лучшее настроение в этот день. Да, ребятки, я вас очень всех обожаю. Вот если бы вы были со мной рядом, я бы всех по очереди вас пообнимал крепко-крепко. И подарил вам кусочек своего хорошего настроения. Наверное, наш новогодний выпуск выйдет, скорее всего, уже завтра, потому что сегодня мы точно не успеем его доделать. Поэтому считайте этот выпуск новогодним. Мы поздравляем вас всех, 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 всех с Новым Годом. Чтобы у вас все было хорошо, чтобы вы никогда не болели и классно научились рисовать в следующем году. А я говорю вам всем до свидания, мои дорогие зрители. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!